Доброе утро! Всем воскресенье! Сегодня позволила себе поваляться подольше, потому что никаких особенных дел нет. Ну, там, пропульсозить, помыть пол и тренировка одна короткая. Короче, да, сегодня я длиннюсь и захотела приготовить на завтрак любимые свои панкейки, которые всегда получаются просто идеальные. Рецепт давала уже как-то и в Инстаграм, и в ТикТок. Не помню, давала ли здесь. Может, и давала, кстати. Ну, я быстренько расскажу. Одно яйцо, одна столовая ложка сахара, щепотка соли, щепотка ванили. Взбиваем это все миксером. Теперь добавляем сюда стакан молока и просеиваем сюда стакан муки. У меня пополам рисовый и такой интересный пшеничный. Вот так вот. Сюда же сразу пол чайной ложки разрыхлителя. И надо еще сюда добавить две столовые ложки растительного масла. Раз, два и два. Тесто такое достаточно жидкое получается. Все хорошо разогреваем антипригарную сковороду без масла, без ничего, как вы уже поняли. Вот такое тесто получается. Смотрите, какое классное вообще. Особенно если рисовая мука будет. Мне прям нравится именно на рисовой муке готовить такие панкейки. Берем немного вот так и по центру распределяем наш блинчик. Жарим до появления первых пузырьков и сразу переворачиваем. Вот такая красота получается. Их выходит всегда либо 11, либо 12 штук. И такого некрасивого цвета, потому что рисовая мука. Ну, мне они прям очень-очень нравятся. Обязательно добавляйте ванили. Тут, конечно же, на несколько порций. Сейчас себе несколько штучек возьму на завтрак. Я еще, кстати, себе свечу подожгла с корицей. У меня такое вот настроение уютное сегодня. День рабочий у меня. Поздравляют мои добрые друзья эти рыбки, которым нужно... Что это за стаканчик, знаешь, как на поминке? Ставят стакан. Я тебя вечно в столовой. Когда в столовой я скушаю, я внул посуду, но столовой уже закрыт. То есть я беру брону открытую, пока я поел, она уже закрывает. Или это для рыбы, которой ты думаешь, что умрут от антисанитарии. Ты поставил заранее. Там просто еще свеча горела. Свеча горела. Тишина и покой. Я так спокойно хотел начать. И Девосяк врывается в кадр. Ты снова приклепал. Тишина и покой. Да какой покой, ребята? Это не тишина и покой. Это правда. На утяжке уже бомбануло. Она уже с позитивной энергией. Да, пошла в туалет, а там все, извините, вообще ужас ужасный. Здесь женщина... А, туалет платный просто, чтобы вы понимали. Пригрим. Да, и Диана подходит и говорит, почему у тебя туалет платный? Она говорит, ну я не знаю. Диана говорит, так, наверное, надо убирать. Нет, я говорю, тут кто-то убирает? Я понимаю, что, скорее всего, она должна убирать. И я тут выбираю, говорю, а почему у вас там... Типа не подойти к туалетам? Я говорю, боюсь за свои брюки. И вообще, говорю, это же капец, говорю. А она такая, а где я сейчас вытру? Так мало того, что... Нет, то есть не сказалось, ничего не было, но просто... Нет, она ничего, она... Ну, я сейчас вытру, не поможет. Там именно весь туалет, от А до Я, ужасен. Просто я уже сравнивала чисто с тем, что мы были в Харькове, хотя бы, да, с тем городом, в котором вот мы были, в парке. Так там он бесплатный и чистейший для бесплатного туалета. Ну как же так? Ну у нас тут всегда уже... Мы же платим, раз уж мы платим... У нас тут, извините, заплывать нужно. Я вам серьезно говорю, все разлито на пол, все грязно, легче, не тронешь, все ракетно, не страшно. Мы пьем вкусный миндальный лад. Ой, какао, господи. Это, во-первых, в Коми-Милате, да, какао. Ну это же заходишь, такая разруха, ну посмотрите, идешь, вроде вот здесь здорово, да, и листья опавшие, и весь парк такой желтый, оранжевый, и более-менее тут тишина. Но ты идешь, и ты спотыкаешься, чтобы не убиться. Идешь, там горы этого мусора какого-то. Печальненько на самом деле. Да очень плохо, уже все за поражение согласятся со мной, что парк наш выглядит плохо. Деревья прекрасные, конечно, но почему бы не деревья? Деревья прекрасные. Если у нас, ну... Очень вкусный какао. Очень сладкий, кстати, сделала. Ну, я подозреваю, может быть, он на этом, на... Ну, с сиропом. Да, мы с ним гуляли, а потом такие с ним и разговариваем. Это либо сделано на миндальном молоке, либо добавили на миндальный сироп. Да, ну, не знаю. Не знаю, но что-то рядом похоже на миндаль лежало, это точно. Я так думаю. Здорово сейчас, тут, конечно... Да, сама природа, конечно, красивая очень. Мы просто в парке осеннем редко с Лешей гуляли. Мы думаем, мы же... Мы же пробежались, может, Диане, там, вещей на осень купить каких-то, и опять... Поэтому ничего не снимали, потому что опять ничего толком не нашли. Хотели пальто глянуть, я больше всего хотела пальто еще одно глянуть, потому что это мое надо починить, оно немножко там порасходилось. Вот. И, ну, либо слишком прям как-то дорого слишком... Да не было там... Было пальто, которое стоит 6 тысяч гривен, но оно не выглядит... Ну, то, что слишком... Ну, я не собиралась сейчас платить такую сумму, и плюс, действительно, оно было... Но оно выглядело как... Дело не то, оно выглядело как вот... Просто взрослое женское пальто. Что это не то, что это? Ну, типа, если бы тебе было сейчас 40 лет, может быть, мы рассматривали бы именно это, эту модель. Еще одно оно показалось. Да. А так как... Зашли потом в Сенсей, думаю, может, там какой-то... Так, маленькая сирена прошла мимо, поэтому продолжаем. Я просто раньше там в Сильпо, господи, в Сенсей заходила, показывала вам неплохие модели, но сегодня мы зашли, либо это те же висели, либо новые, но они были как тряпочки. Ты сразу говорил, Диана, там 900 гривен, 1000 гривен стоит пальто. Ну, какое пальто будет нормально стоить 1000 гривен? Твоё, кстати, пальто, где-то полторы или 1800 гривен, производитель из Инстаграма. 1800, но оно у тебя разлезло за полтора года. Это за 1000 разлезло за месяц. Ну, типа, этого вообще ужас. А, все, больше некуда пойти. Ну, некуда пойти, мы не знаем, куда пойти. Ну, вот мы думаем, можно на следующей неделе съездить, Днепр, воскресенье. Да, там хотя бы есть все эти всем знакомые от Бершки, Зары, Кулынбиры. И прочее, прочее, да. Я не знаю, у нас этого всего нет. Я не знаю, не покупать вещи. У нас, да. У нас магазины с непонятными названиями, где разные бренды какие-то собраны. Либо паль. Да. Причем у нас даже в этом, в Авроре есть магазин. Не помню, как он называется. Какой-то Diffusion или что-то такое. Да, ну, не важно. Да, я поняла. И, в общем, там стоит, там реально куча вещей палит. Ну, как это так? Там просто палит. Ну, типа, нет, там есть, типа, ноу-бренд, типа, может, какие-то обычные вещи. А так куча конкретно палит. То есть, они там North Face продают, скажите, мне куртку North Face за 1300 гривен, за 1500 гривен. Ну, серьезно, базар. У нас сегодня открывается сеть. Вот, что у нас реально открывается. И мы сегодня с Тешей ради интереса зашли в большую массу. Вообще-то мы думали, там стоит магазин продуктовый, его закрыли. Кто знает, там раньше Советская площадь была. Сейчас, как же это называется? Где Кротеатр Ленина? Напротив этого. Короче, напротив университета нашего. И там постоянно была Кишиня, была очень вкусная готовая еда. Да, мы хотели зайти в Кишиня. Я регулярно покупал, да. Идем, а ее уже нет. Там расширился секонд-хэм. Да, на двое тоже нет. И реально мы зашли, и много людей, мы думаем, вот, у нас они открываются. Именно в Запорожье, да, у нас открываются. А нормальных магазинов именно каких-то, хотя бы среднего сегмента, там брендов каких-то нет. Короче, грустно. Ребят, ну как говорить о чем-то хорошем, когда ты встречаешь на своем пути грустно? Ладно, улыбаемся. У нас все хорошо. У нас красивые девушки. Хоть это радует. Какие красивые девушки? Деревушки, девушки. Девушки. Какие красивые девушки? Где вы их видите, и правда. Какие красивые девушки? 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok